Особое мнение на 101FM Несмотря на то, что у меня антитела Гость привитый Работаем в масках Передаем всем большой привет И кировчан тоже призываем соблюдать масочный режим По крайней мере в магазинах, аптеках и общественном транспорте И берегите здоровье Берегите здоровье, да У нас несколько тем на повестке А у Константина, между прочим, несколько общественных статусов Но сегодня мы будем много говорить про дороги Поэтому представляем гостя Именно его дорожными регалиями В первую очередь Собственно, с дорогой начнем Буквально несколько дней назад Представители рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Побывали в Кирово-Чепецке Где реализуется один из самых проблемных объектов Который делают в регионе Папкат Это ремонт улицы Братьев-Воснецовых Да, да Вы почему туда поехали? Мы поехали совместно с проектным офисом При правительстве Кировской области У них в плане стоял выезд в Кирово-Чепецк Именно посмотреть, как на сегодняшний день Происходит реализация национального проекта В Кирово-Чепецке Именно на данном объекте А почему именно он-то привлек внимание? Потому что он Мы с вами уже его обсуждали И он у нас проблемный объект Он должен был реализоваться в конце 2020 года В итоге объект не реализован на сегодняшний день На сегодняшний день там порядка 70% сделано Еще 30% осталось не доделывать И когда окончание будет реализации Непонятно А почему? Ну по той причине, что вот как раз мы съездили на данный объект На прошлой неделе совместно с проектным офисом Со специалистами из проектного офиса И пришли пока к такому знаменателю Что объекты под вопросом реализации в этом году По той причине, что до сих пор Тот кабель, из-за которого в прошлом году пришлось отложить работы И кабель Ну там силовой кабель Который снабжает практически там Одну трети Кирово-Чепецка Он проходит как раз под этим объектом Его надо было выносить Два кабеля получается Выносить надо было Вот и как я понимаю Генподрядчик, а это Виатавтодор Субподрядчик, как они это любят нанимать Различные непонятные компании Да, не справился с теми обязанностями Которые были на него возложены И вовремя этот кабель не уложил Получилось, что ушли в зимний период времени Где-то уже там Под весну сейчас этот кабель они доделывали И в итоге выяснилось, что он поврежден Чуть не в трех местах А, то есть теперь кабель надо менять Да, теперь опять там надо сейчас вопрос Либо замены кабеля, либо наложения муфт Но так как этот кабель нужно сдавать Не администрация, а энергетическая компания Которая, там не Киров Энерго Другая энергетическая компания Киров Чапецкий Отслуживает все сети Надо им этот кабель сдавать Этот кабель они пока, как я понимаю Не принимают По некоторым причинам В итоге на сегодняшний день Пока не будет принять этот кабель Данная энергетическая компания Не сдан им подрядчиком Дорогу заделывать нельзя Ну да, и дальнейшие работы просто производить нельзя Потому что если кабель не принят То значит либо надо заново кабель перекладывать Либо надо этот вопрос каким-то образом Урегулировать с энергетической компанией Сейчас все моменты Они в таком подвиженном состоянии находятся И итогов нет конца пока решения данных нюансов Лучше так это назвать По той причине, что нам обещали Если до конца прошлой недели Получается до пятницы этот кабель был бы сдан То Вятавтодор еще укладывался в те сроки Которые они обрисовали еще в прошлом году Ну там где-то до конца июля месяца Они должны были сдать Но если, говорит, кабель мы не сдадим То непонятно, когда мы реализуем данные объекты Кабель не сдали? Ну, как я понимаю, кабель не сдали Не сдали, по моим сведениям Пока кабель не сдан Кабель не сдан И пока вопрос стоит открытым По той причине, что надо там Ликвидировать некоторые последствия Зимней эксплуатации Можно так это назвать Плюс в ходе Мы же не просто приехали посмотреть Сдал, не сдан этот кабель Понятно, что мы обследовали данную улицу От начала и до конца Прошлись, посмотрели со специалистами И выявили многочисленные трещины Поперечные и продольные трещины На дорожном полотне Который не эксплуатировался В зимний период времени Как бы нас там не уверял подрядчик Что тут машины ездили Объект не сдан По факту он не должен эксплуатироваться На сегодняшний день Он не принят заказчикам Даже если бы он эксплуатировался От того, что машины ездят Не должны трещины образовываться Конечно, конечно Еще при том, что на новом асфальте При том, что на дороге Которая была не в ремонте А в реконструкции Чтобы вы понимали Как бы там была замена Не только дорожной одежды Получается, двух верхних слоев Асфальта Но там еще и подушку меняли Там вынимался местами грунт Завозился щебень Утрамбовывался все это вместе Дорожники понимают И в итоге мы сейчас наблюдаем Несколько провалов На асфальте На дорожной одежде Большинство там Но я даже со счета сбился По крайней мере Как минимум 30 трещин Какие-то поперечные Какие-то продольные Мы их насчитали На все у нас есть фотографии Эта вся информация будет передана В проектный офис Я прошу прощения Получается, что объект надо переделывать Ну, в нашем понимании Да, в нашем понимании Как бы нас там не уверял подрядчик Что да, это мелочи все Мы и так сдадим Я думаю, что ну сдадут Если администрация, короче, Песка Кто-то из них хочет По уголовной статье пойти То пусть принимают Да Но в нашем понимании Такая дорога сдаваться не может Она не может сдаваться В таком состоянии В котором она сейчас находится Да Не считая того, что там Подпорная стенка Возле храма упала Ну, наклонилась Ее надо сейчас переделывать Да Я прошу прощения Это какой-то очень Ну, не знаю Очень какой-то Очень какой-то странный объект Кабель, который повредили В трех местах Упавшая опорная стенка Может не надо было Ну, она еще не упала Но она уже наклонилась И как нам опять же Уверяет подрядчик Это Вятов Тодор Что проектное решение Проектировщиков Было неправильное В итоге они сейчас Это все пересогласовали И все будут переделывать Ну, пока так нам Понимаете Пока мы не можем Какие-либо претензии Такие основательные Предъявлять По той причине Что объект Я хочу сказать Он не сдан Он в работе Да И, конечно В рамках данных Выполнения работ Подрядчик может Все что угодно Там сейчас Может по 10 раз Стенку перекладывать Может заново Столбы снести И заново Столбы освещения поставить Потому что часть столбов Тоже там наклонилась Есть проблемы Плюс есть проблемы Там с карманами Под остановку Они просто не сделаны На сегодняшний день Хотя нам вначале Уверяли, что их сделали В общем много-много Всяких различных Недочетов На основании которого Мы можем утверждать Что на сегодняшний день Объект Улица Братья Воснецова В Кирове-Чапецке Ну, если При хороших обстоятельствах Реализуется к концу года Это единственный Такой проблемный Объект Папкат В нашем регионе Или есть еще Подобные примеры Ну, из тех Или это прям Самый яркий Нет, это сам Из тех объектов Которые реализуются Не которые Начинались реализовываться Да, которые Именно реализуются Да, это самый Такой проблемный Объект Самый проблемный Объект Который, во-первых Пропущены сроки Реализации данного Объекта Да, плюс Вот столько Много проблем И еще непонятно Как эти проблемы Будут дальше решаться По той причине Что там Сейчас надо Делать Ну, как бы Кольцевое движение Которое будет проходить Там Можно сказать Край одного Кольца Будет проходить Очень близко К тротуарной дорожке И к углу дома На улице Некрасово Некрасово Да Ну, и как бы В данной ситуации Там придется Дополнительно устанавливать Всеми любимые Заборчики По той причине Что надо будет Обезопасить Людей Которые будут Проходить по пешеходному По тротуару Который сейчас уже есть Там На сегодняшний момент Да От проезжей части Это очень близко И как бы Почему так решили Проектировщики Делать этот проект И почему так они Именно спроектировали При таком расстоянии Да Ну, как бы Это покажет Время, конечно Эксплуатации Посмотрим Посмотрим Но пока Больше вопросов Меньше ответов По данному объекту И понятно Что Гражданам Кирово-Чепецка Это очень неприятно Как я понимаю По той причине Что они ездят По разбитым участкам дороги А это Одна из центральных улиц Ну, не братья Воснецовых Непосредственно А вот где Кольцевое движение Сейчас делается Это Одна из Как бы Таких Загруженных Участков Проезжей части Проезжей части Которая выходит С проспекта России И уходит через Путепровод На 60 лет октября Там очень большой Поток транспорта Как транзитного Идет Через Кирово-Чепецкую Сторону Зуевки Да Зуевку Также Большой поток транспорта Как бы В самом городе Перемещается Из одного района Микрорайона В другой микрорайон И понимаете Вот люди уже С такими неудобствами Уже ездят Больше года И еще непонятно Сколько они будут ездить Там потому что Все наполовину Перекопано Непонятно Как в каком состоянии Находится Ну в общем Мраки Прошу прощения Почему не включаются Тогда вообще Все силы Которые могут Включиться В этот объект И я правильно понимаю Что Вот это вот Вечное Перенесение Сроков И прочее Это Кировская область Это как бы Репутацию хорошую Не делает Нет конечно Репутацию хорошую Не делает Особенно Это не делает Репутацию В нашей власти Нашего правительства Особенно тем Кто отвечает За дорожную инфраструктуру Ну что понимали Как бы если Ну в моем понимании Если бы там На этом объекте Стояла бы частная компания Частная компания Без разницы какая Не Вятавтодор Вятавтодор Это не частная компания Да Там бы давно уже Проверки бы ходили Там бы уже Наше бы Правительство бы Ругалось Ходило Да там Министерство транспорта Часто Да вплоть до того Что они бы уже Наверное контракт Расторгли с ними И наложили максимальные штрафы Но сейчас На сегодняшний день Этот объект реализует Вятавтодор Вятавтодор Это любимая компания Нашего министерства транспорта Нашего правительства На которую они заводят Большие объемы контрактов Это основной подрядчик Которые вот Делают таким образом Каким делает Как умеет Одним словом А умеет Он очень плохо Это делать И мы это наблюдаем На данном объекте Да и на многих объектах В Кировской области Когда Вятавтодор Реализует эти объекты Качество асфальта Сами видите Не лучше По крайней мере Объем дефектов Сколько выявляется По конец года Ну или поначалу После зимнего периода Ну это же Много В прошлом году Это было более 90 Дефектов выявлено Только по Кирову Да в этом году Я знаю их намного больше Пока администрация Конечно молчит Но Акты я уже получил По поводу этих дефектов В ближайшее время Мы наверное про это расскажем И проведем заседание Рабочей группы И как раз там Уже более 100 дефектов Выявлено Под тем объектом Дорожной инфраструктуры Именно Кирова За весь гарантийный период Сколько выполняли работы Вятавтодор в городе И ГДМС Ну и там еще Пару компаний Которые сейчас уже не работают Да их и нет уже На сегодняшний день Но ситуация Она не лучшая Деньги большие Выделяются А качество Очень сильно страдает Даже при том Что в прошлом году Нам обещали Что у нас там А-ля Но инновационный Асфальт Укладывается Щема 16 Видим по улице Производственной Где это укладывали Уже наблюдаются Трещины Ну хорошо Хотя Нету В общем инновации Подкачали Но год еще не прошел Посмотрим Как до конца года Инновации Они конечно Подкачали И лучшего Я думаю Ждать не стоит С нашим подходом Пока дорожное строительство Так вот К дорожному строительству Мы чуть-чуть попозже Обратимся Я бы все-таки хотела Тему по области С Константином Что называется Завершить А что с дорогами В районах области Которые делаются Не по ПКАД Насколько я понимаю А их не делают В смысле Ну не делают Должны же были Уже приступить Ну таково Кому вы верите Вот давайте так Мы в этом году В рамках рабочей группы Решили Ну как бы Большой акцент Сделать на районы Большой акцент Сделать на районы И переговорили Уже порядка С пяти угловами районов По поводу А что же у них происходит В районах Как там дела С дорожной инфраструктурой В итоге Во всех пяти районах Нет денег на ремонт дорог Один район Только Оречевский Один район Оречевский Сказал что Да У нас есть Дополнительные средства Ну как бы Есть основные средства Которые выделяются Каждый год район Это примерно там В общей пропорции До тридцати пяти миллионов рублей В эти тридцать пять миллионов рублей Это входит не только ремонт Это и содержание годовое А то есть это и снег Вывоз снега Ну это не вывоз снега Снег там конечно Нито не вводит Это очистка Да Это очистка дорожной одежды Улиц там Районных каких-нибудь там Объектов Да Это вот в тридцать пять миллионов рублей Каждый район На район Примерно На весь район Чтобы вы понимали Это без разницы Там Вязкополянский район Даровской район Да хоть любой район Это в среднем Тридцать тридцать пять миллионов рублей Там пропорциональность Есть у них там Небольшая деградация В среднем Чтобы мы понимали Порядок цифр В Кирове примерно На содержание Вот на зимнее Сколько выделяется Десять раз больше Десять раз больше Даже не в десять Можно сказать В пятнадцать раз больше Выделяется Чем на районы Где там тридцать У нас если это Порядка там Четыреста Четыреста сорок миллионов Плюс Когда дополнительные деньги Выделяют Да Итого у нас там До пятьсот Наверное на доходе Да Вот значит Тридцать тридцать пять миллионов На них надо и зимой Содержать дороги И летом Конечно Их во-первых И летом надо содержать Подкрашивать дорожные знаки Где-то что-то Да И так же Еще и каким-то образом Умудряться Ремонтировать Делать ямы Понятно что Этих денег Району Ну как бы Ну нереально Их просто не хватает Их на содержание Не хватает Максимум что Они могут Какие-то ямочные ремонты Там выделить Пять-четыре миллиона рублей За этих денег Да И там какие-то ямочные ремонты Произвести Вот максимально На что у них хватает Вот Оречевскому району Немножко повезло В этом году И то Благодаря Полигону мусорного Им дополнительно Там дали Что-то еще Порядка 10-12 миллионов рублей Из-за того Что к ним возят мусор Ездят мусоровозы И надо маленько Дорогу К мусорному полигону Подправить Поэтому дали Дополнительно Там порядка 12 миллионов рублей К общему Да Но полигоны Не в каждом районе есть Да Полигоны Во-первых Не в каждом районе есть А во-вторых Я думаю Что это неправильно Рассуждать Что нам возят мусор Теперь у нас будут Дороги лучше Да Как бы дороги Должны быть везде Хорошие А остальным районам Ну вот Мы последнее письмо Министерства транспорта Недавно тут ответ пришел Да Наверное По Вятскополянскому району У нас очень много Обращения идет По дороге В деревню Шенабукушене Памшуш Ну посмотрим В общем да В прошлом году Данную району Выделили порядка Там 20-ти чем-то Миллионов рублей Дополнительных Денежных средств На Там На часть этой дороги Да Ну еще осталось Там порядка Что-то 8 километров Сделать В этом году Ничего не выделяют Хотя дорога Ну она во-первых Идет к большому Населенному пункту Во-вторых Она важная И там ездит Общественный транспорт Но она просто В ужасном состоянии Находится А откуда деньги Вообще район Выделяют Ну из областного бюджета Из областного бюджета Из нашего дорожного фонда Областного бюджета Да Который каждый год Нам говорят Что он увеличивается Там в разы А формируется дорожный фонд За счет акцизов Ну там несколько Стадий поступления В дорожный фонд Это и транспортный налог Который мы все платим И жители районов Также платят И хотят ездить По хорошим дорогам Это конечно Акцизная составляющая Она тоже С каждым годом увеличивается Потому что Пропорциональность Перечисления акцизов Она идет Больше в сторону Регионов Сейчас Чем в федеральном бюджете И сколько у нас Сейчас в дорожном фонде денег Более 8 миллиардов рублей Из 8 миллиардов рублей Каждый район Кировской области Которых у нас Там Чуть меньше По 30 Давайте в среднем По 32-33 миллиона рублей Они в среднем получают Там где-то 30 Какие-то районы 35-36 Какие-то там Плюс-минус Ну это порядка Вот если сейчас посчитайте Это один Я думаю Что это Где-то 1,2 миллиарда рублей На 40 районов Хотя районов меньше Получается 1 миллиард 600 Ну если 40 миллионов А остальные деньги Где? Не знаю Я вам не могу сказать А вы не задавали вопрос? Мы пытаемся задавать вопрос Мы в прошлом году Пытались углубиться В эти цифры Да Но до конца Дела не довели По той причине Что нам Они может как в фонде капремонта Где-нибудь лежат Там на депозите И проценты сверху Наверное Наверное Лежат они где-то Потому что Если мы с вами Вот посчитаем На районы Там выделили Ну давайте Даже миллиарда 600 Да Плюс 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 Давайте сделаем Что национальный проект У нас Вместе с региональной сетью Это порядка Сейчас там 3 миллиардов рублей Получается Да Вот у нас там 1 Ну там 4,6 4,5 Там плюс-минус Получается Миллиарды рублей Ну на содержание Региональных дорог Именно региональных Нерайонных дорог Выделяется порядка Там миллиарда С чем-то рублей Вот у нас там Ну давайте 5,5 получается Да Ну где-то еще 2,5 Где-то зависли 2,5 Где-то 3 миллиарда Не знаю Где они Просто-напросто Вот элементарная Арихметика На сегодняшний день Плюс у нас Вот последнюю статью Вчера читал Правительство области Вышло Что они так гордятся Что они там 90 миллионов Более 90 миллионов Выделили на мосты И деремонтируют Всего 3 мостика Ну это смешно Просто-напросто Ну как Чем гордиться Это не надо гордиться Это просто Ну я об этом не надо писать Это плакать надо Это плакать надо Ну 3 мостика Для Кировской области Когда у нас Сотни мостов Да Это какое Процентное соотношение Получается Это мы 30 лет Их будем ремонтировать Все мосты А потом опять Заново Их будем ремонтировать Ну вот У меня просто Как бы Гнев какой-то Знаете Вот когда я все это вижу Когда это все считаешь И когда ты Внедряешь В эти цифры И ты не понимаешь Просто А где же деньги И куда они расходуются И почему они так расходуются Почему у нас районы Которые На сегодняшний день Ну некоторые районы Пусть они все Дотационные Но у них Там тоже живут люди Там тоже они платят налоги Платят транспортные налоги Также покупают Бензин Бензин Также исчисляют Из акцизов Им практически Не дают денег Из областного бюджета А если ты хочешь денег Ты должен Глава района Либо глава там Поселения Города например Он должен там С подаянием Каждый день Ходить в правительство И просить Дайте пожалуйста Дайте пожалуйста Не с подаянием Наверное С протянутой рукой С протянутой рукой Давайте С протянутой рукой И просить Просто-напросто Просить 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 И может быть Когда-нибудь С барского плеча Тебе что-то упадет Ну как-то Я Очень не нравится Я не понимаю А почему главы Районов молчат А Ну так принято Так принято Они вот Ну я знаю Что Многие главы районов, например, давайте возьмем, опять же, Вятскополянский из последних районов, которые к нам приезжали на заседание рабочей группы, они ищут другие источники финансирования, да, и они нашли эти источники финансирования, они попали, не помню, как называется, федеральная программа, попали в одну из федеральных программ, и порядка там 60 миллионов рублей им по этой федеральной программе придут. Дополнительное финансирование на реконструкцию, ну, какой-то дороги, в общем, ведущей в сельское поселение, где очень хорошее сельхозпредприятие, ну, это какая-то федеральная программа, связанная как раз с развитием агрария, с развитием сельских территорий, вот, и Вятскополянский район поучаствовал в этой программе, они выиграли порядка 60 миллионов рублей там. И теперь будут делать дорогу, но она адресная, это история. Но она адресная, да, это адресная история, это ты должен, как я понимаю, показать успешное предприятие сельхозпроизводителя, да, и обосновать, почему туда надо именно построить дорогу, и именно там, либо реконструкция, либо капитальный ремонт, там не ремонт, там именно так серьезный подход, и вот выделили порядка 60 миллионов рублей. А дороги в городе ремонтируют пенсионеры кирпичами, мы это видео из Вятских Поляргий, его, наверное, все, кто в социальных сетях видели, да, пенсионерка вышла и выкладывала ямку кирпичами. Это боль по сердцу, когда я вижу такую картину, когда у нас бабушка, там, не знаю, ну, это болит душа у человека. Ну, в социальных сетях говорят, что, может быть, это и не совсем пенсионерка, но яма-то от этого никуда не исчезнет. Это совсем пенсионерка, но видно же, посмотрите видео, да. Но она бодро двигается. Ну, бодро видит, видит, ну, я как бы не знаю, как надо наложить грим на этого человека, да, чтобы он, во-первых, ну, вот так это было, но мне кажется, это пенсионерка. Да неважно, пенсионерка или нет, потому что ямы не делись никуда. Это могла быть не пенсионерка, а точно так же этими же кирпичами заделывали бы дыру, я не знаю, там, студенты. Так у нас вот недавно в Кирове заделывали жители целого небольшого микро-микро-райончика на Крупской, да, вот видели, наверное, видео в сети, ходит, когда они сами заделывали ямы на дороге. Хотя нам администрация говорит, да у нас все замечательно, мы все дороги делаем, у нас процентное соотношение качественных дорог увеличивается, но вот такое видео, оно говорит об обратном. А что там на Крупской здесь стоит? Ну, там за Крупской люди просто-напросто, как я понимаю, люди микрорайона, жители там, потому что в свое время этот небольшой участок земли там отдали под строительство, там еще и фирма какая-то была, которая обанкротилась. Но в итоге там стоит три или четыре дома. Новостройки. Да, новостройки, в конце Крупской, там даже есть магазин, и вот это в районе Филейки получается, да, а улица находится, ну, честно, в ужасном состоянии. Я сам не раз там ездил по этой улице, и там, во-первых, недорожного покрытия асфальтного никакого уже практически нет, хотя, может быть, возможно, когда-то там это было. Понятно, что и освещения нет, и тротуаров нет, и людям приходится каждый день вот по этому участку не только ходить, но и ездить. А дорога убита. Убитов в очень непристойном состоянии. А она в планах есть где-то или нет? Ее нет пока в планах, не знаю почему, по всей вероятности, что у нее нет основания, именно асфальтного основания, да, она требует реконструкции. Если она требует реконструкции, это такая же история, как с улицы Сурикова, к примеру. А, улица Сурикова обещает построить. Либо, как пример, со студенческим проездом, у которого нет асфальтного основания, там требуется, если вы хотите участвовать в рамках национального проекта безопасной и качественной дороги, там требуется проектирование этого участка, да, ну и, конечно, в дальнейшем выделение финансирования. Вот студенческий проезд, так я уж 2017-го обещаю сделать каждый год, и в итоге, не знаю, в этом году реализуют, не реализуют, но тишина стоит. Мне кажется, с улицы Сурикова, вот, хороший пример, 30 лет ждали улицу Сурикова, в этом году, наконец, начинается работа. Так они начинаются опять... Они начались вообще? Там все огородили, я видела. Да нет, максимум, что они пока там забор поставили и губернатора пригласили, вот и все, на сегодняшний день, больше там работы не производится. Пока как-то так. Наверное, ждут, когда потеплее станет, маленько подсохнет, потому что там земляные работы, чтобы грязь не выносить на центральной улице. А успеют? Успеют сделать? Потому что срок стоит так сябрь, по-моему, следующего года. Реализация двухгодовалая получается, да? Надеюсь, что да. Надеюсь, что это не такая же картина будет, как с братьями Васнецова в Кирове Чепецке. Хотя один из подрядчиков улицы Сурикова, это Вят Автодор. Поэтому будем надеяться на лучшее, а там посмотрим, как пойдет. Ну, улица Сурикова, я была в том районе недавно совершенно, это, конечно, ужас. Я не понимаю, как там люди заезжают во дворы. Да, там она, конечно, это замечательно, что данная улица будет отремонтирована для данного микрорайона, для данных жителей данного микрорайона. 30 лет, дети выросли, у них уже свои дети появились. Будет большое поспорье для развития данного микрорайона. Но там есть проблемы по этой улице, по ремонту, да? Там очень много сетей, которые в свое время беспорядочно прокладывали. Поэтому есть проблемы. Константин Сичихин, в нашей студии мы сейчас прервемся на рекламу. Через полторы минуты вернемся уже, наверное, не с дорожными темами. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается. Константин Сичихин в нашей студии, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог и член общественного совета при Росавтодоре. И мы сейчас поговорим про пешеходов, но все-таки немножко еще получается про дороги, да? Это история, которую мы в публичное поле выбросили с подачи наших слушателей, потому что в течение полугода в нашу редакцию было несколько звонков от пенсионеров, которые проживают в районе Танка на Октябрьском проспекте. Танк прошлой осенью, насколько я помню, огородили вот этими волшебными чугунными заборчиками, которые мы все любим, но они, по крайней мере, хоть не желтые и не серые, они выглядят презентабельно. Значит, проблема в чем? Люди, которые живут в этом районе, которые, видимо, подходили к Танку, они очень просят демонтировать забор теперь уже хотя бы временно, на период 9 мая, чтобы можно было не обходить за два квартала это все. И в социальных сетях уже по этому поводу дискуссия, наверное, забор это такая очень дискуссионная тема после переименования Кирова в Вятку и перевода часов, наверное, третья дискуссионная тема популярная. Нужны заборы или не нужны? Вот заборы в этом месте. С одной стороны, Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания, говорил, что надо, наверное, дорожную безопасность на этом участке обеспечивать какими-то другими способами. Пешеходный переход, светофор, все что угодно. А с другой стороны, в социальных сетях говорят, ну, подумаешь, там с одной стороны 100 метров светофор, с другой стороны 100 метров пешеходный переход, ну, можно и пройтись. Ну, давайте, как бы, по поводу данной ситуации, по поводу данного заборчика будем подходить с точки зрения памятника. Не с точки зрения безопасности, а с точки зрения памятника, и почему он там появился, этот памятник, да, и почему правильно ветераны, ветераны труда, а мы же стараемся сейчас получить статус города Кирова. Трудовой славы. Трудовой славы, да. Так мы должны подумать, прежде всего, если мы хотим такой статус, а город Киров, я знаю, что и правительство очень сильно старается в этом направлении получить этот статус, то мы должны задуматься о тех памятниках и о доступах к этим памятникам, которые как раз и дают городу этот статус. А этот памятник танка на Октябрьском проспекте, это как раз памятник трудовой славы. Это трудовой славы, это, если взять так, копнуть в историю, да, то с 42 по 44 год в Кирове стояло, ну, как бы выпускали танки. Там порядка более 4 тысяч танков на фронт ушли, и если вы подойдете к памятнику и там почитаете, там как раз надпись-то гласит про людей, про кировчан, которые именно трудились на фронт. Это не просто же фронтовой танк, даже некоторые, конечно, и говорят, что это, возможно, не фронтовой танк, а где-то из резерва, но суть-то не в этом, какой он танк. Вопрос, для кого это памятник-то? А это памятник для тех людей, которые в Великой Отечественной войне работали на заводе, а у нас стоял танковый завод как раз вот в этом районе. Почему он там и стоит, это танк, да? Там стоял 38-й танковый завод, который вот выпустил более 4 тысяч танков, более 4 тысяч танков, которые ушли на фронт. И эти люди, вот правильно там, у вас же пенсионеры обращались, да, им, вот, честно, пожилые люди, потому что они знают эту историю, они знают, почему этот танк там появился, и они понимают, сколько людей, ну, как бы, положило себя, можно сказать, сколько людей отдало себя для того, чтобы, ну, как бы, я не говорю про памятник, именно для того, чтобы помогать фронту. И поэтому наша администрация, наша власть, она должна любыми способами решить этот вопрос, чтобы доступ к этому танку был прямой, постоянный, да, без всяких обходов и заборчиков. Давайте предположим, что мы сейчас вечный огонь с вами огородим заборчиками, хотя он тоже находится на, в начале улицы Московской, там тоже ездит транспорт во дворы, да? Ну, не такой интенсивный, ну, справедливости ради Константина, все-таки не Октябрьский проспект. Ну, я согласен, а не Октябрьский проспект, но здесь, если у нас стоит уже, как говорится, памятник, памятник трудовой славы, трудовой славы кировчанам, которые работали во благо победы в Великой Отечественную войну, то к этому памятнику надо сделать прямой доступ. А как тогда обеспечить безопасность? И как мы будем отчитываться потом за реализацию программы и за эти заборы, которые мы снесем? Так, вот эти заборчики, вот эти заборчики там поставлены точно не в рамках реализации программы безопасной и качественной дороги, кто бы как бы не обрисовывал бы, да? Там не было места концентрации ДТП. Это раз, там не было этого места. Я не слышал ни разу, что это место концентрации ДТП от ГИБДД. Там большой участок дороги, и там граждане не бегали туда-сюда к этому памятнику. Если максимум там один-два человека подойдут там в течение месяца, может, там недели, да, вот и все. Там, ну, нет, там, я вот сколько не езжу по этому участку, я никогда не видел перебегающих пешеходов именно вот в этом месте, именно чтобы они бежали прямо по направлению к аллее на Октябрьском проспекте. Поэтому здесь требуются другие способы решения. А какие? Какие? Да у нас, правильно вот Роман Титов говорил, у нас же есть много способов там. И светофорный объект можно поставить какой-нибудь по сигналу, например. А с кнопкой? С кнопкой, конечно. С кнопкой можно все поставить. Можно в одну сторону поставить. Не говорит о том, что надо светофорный объект с обеих сторон поставить. Вот. Можно поставить и нерегулируемый пешеходный переход. Вариантов много. Сделать дополнительное освещение, если это потребуется. Но чтобы к этому памятнику, если мы добиваемся такого звания города Кирова, город трудовой славы, к этому памятнику он не должен огорожен быть любыми заборчиками, без разницы, какими. Чугунными там, озеленением как-то сделают, как у нас сейчас говорят, там, из кустарников, да. Заборчики надо сносить. Да, заборчики надо сносить, убирать, поменьше заборчиков, побольше доступа, особенно к памятникам. Потому что, если мы сейчас начнем огораживать все памятники, то, особенно такие памятники, которые говорят об истории города Кирова, о том, какие подвиги кировчане совершали в рамках Великой Отечественной войны, я бы рекомендовал 9 мая снести бы эти заборчики администрации города Кирова. Ну или сделать с них проход. Да какой проход? Просто убрать, просто убрать, просто убрать эти заборчики, чтобы не позориться и чтобы ветераны, ветераны труда могли прийти, возложить цветы на этого памятника и предоставить им доступ прямой. Ладно, я думаю, что мы эту тему обязательно еще возьмем неоднократно в наших эфирах, посмотрим, получится ли к Дню Победы что-то успеть сделать. Я сильно сомневаюсь, на самом деле, потому что внеплановые выходные внесли коррективы в работу чиновников. Нет, если мы не уберем эти заборчики и не предоставим доступ, зачем нам тогда статус-то городу? Если мы не за памятниками, ну, не огораживаем таким памятниками. Мы не видим за заборчиками ни памятников, ни людей. У нас просто две минуты остается до конца эфира. Успевая еще задать один вопрос, мы всех наших экспертов так или иначе спрашиваем о предстоящих выборах, спросим у Константина. Я, Константин, почему-то не видел вас в списках на парамире с Единой Россией, хотя, если я не ошибаюсь, вы в Единой России состоите. Да, состою. И общественной работой занимаетесь, но на выборы почему-то не пошли. Да не... Или вы пойдете? Нет, это еще под вопросом, пойду или я на выборы еще конкретно не решил, но от партии Единой России я точно не пойду на выборы, пусть и состою в этой партии. Да, в праймерисе я не участвую по той причине, что не вижу смысла участвовать в этом во всем, да. Это мое личное мнение, я имею право на это мнение, да. По той причине, что, ну, как бы объективность голосования в этом праймерисе для меня очень под большим вопросом. Просто я так отвечу. А почему? Ну, давайте так. Во-первых, люди должны голосовать через госуслуги. Так. Да. Они должны голосовать каким-то образом где-то дома за компьютером, да. Ну, по примеру, либо через сотовый телефон, да. Они не приходят на выборные участки. Я не слышал про это, да. У нас все голосование идет через госуслуги. Ну, в онлайн, да. В онлайне, да. Ну, я, по крайней мере, пока на сегодняшний день, я не верю в наше онлайн голосование. Ого. Почему? Ну, это моя позиция. Вы думаете, возможно, подтасовки? Ну, возможно, все. Возможно, все на сегодняшний день. По той причине, что у нас до сих пор не настолько современные технологии. И это голосование не идет в рамках технологии блокчейн. Если кто это понимает, меня, то есть слушатели, да, они сразу это все понимают. Вот. Если бы это основывалось на технологии блокчейна, да, тогда я бы еще поверил. Потому что я представляю, что это за технология и как она выстраивается, да. Но здесь это обычное онлайн голосование, а мы все знаем, как эти онлайн голосования у нас накручиваются, да, различными способами. Поэтому я не верю в это голосование. Так, в достоверность не верите. На выборы не пойдете, получается. Нет, по поводу выборов в сентябре я не сказал нет. И не сказал да. А как, простите, как может член Единой России пойти на выборы, если не участвовать в праймерис? Почему? Я же, никто не запрещает мне выйти из партии, правильно? Ну, да. Ну, вот. Я могу выйти из партии и пойти самостоятельно, как непартийный человек. Самовыдвиженцем? Да, как самовыдвиженцем могу пойти. Могу пойти от любой другой партии, никто не запрещает. А предложения были? Оставим под вопросом. Ладно, мы на этом ставим запятую. С Константином увидимся обязательно в следующих наших эфирах. Программу «Особое мнение» на этом завершаем. Константину Сечехину спасибо и мы прощаемся. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Особое мнение на 101FM.